Тачитизин, Индия, что случится, если США на самом деле уйдут из Сирии? Шубхда Чаутхари Тачитизин, Индия 26 января 2019 года После внезапного объявления о выводе 2000 американских военнослужащих из Сирии президент США Дональд Трамп приостановил этот процесс Назвав Сирию местом песков и смерти он больше не говорил о порядке или дате выхода американских войск из Сирии В заявлении, напоминавшем политическую демагогию вокруг вывода войск из Ирака во время президентства Обамы в Белом доме заявили, что молчание по поводу времени и масштаба вывода войск из Сирии вызвано стремлением обеспечить безопасность Соединенных Штатов защитить их интересы в Западной Азии и интересы курдских отрядов народной самообороны ИК. За неожиданным заявлением Трампа последовала отставка спецпредставителей США по борьбе с ИК, запрещена в РФ примечаний Ред, Брета Магерка и министра обороны Джеймса Маттисса призвавших к несогласию администрацию президента и военно-промышленный комплекс Чтобы понять, что может произойти дальше в нынешней ситуации неопределенности Ситизин задал вопросы вице-президента отдела по делам Ближнего Востока и Южной Азии исследовательского центра Стратфор Камрану Бокхари Бокхари также преподает внешнюю политику и национальную безопасность сотрудникам канадской военной разведки в Оттавском университете Какое влияние на ситуацию в Западной Азии окажет вывод войск США и Сирии? Главным последствием будет расширение операции турецких военных и их союзников в северо-восточной Сирии Это создаст конфликт турецких сил с войсками сирийской армии, курдскими ополченцами ИК Каковы последствия отставки Брета Магерка и Джеймса Маттиса? Уход генерала Маттиса – удар для администрации Трампа Кабинет министров покинул последний из высококвалифицированных и уважаемых членов И ушел он с крайне важной позиции Президенту будет тяжело найти замену его калибра Того, кто сможет реализовать на практике его оборонную политику Какую роль, по вашему мнению, американские войска играют в Сирии? По большей части, это поддержка, консультирование и тренировки В большинстве своем курдских бойцов Сирийского демократического фронта Которые находятся на передовой борьбы с ИК Они также участвовали в специальных операциях Американская дипломатия в Западной Азии сейчас находится в руках разведслужб Разведка практически всегда управляет американской политикой Стало ли каким-то образом укрепление Союза Турции и США А следствием убийства Джамала Хашоги Укрепляющийся союз США и Турции отвечает стратегическим интересам Обеих стран и имеет мало общего Если вообще имеет С убийством Хашоги Растет ли в американском военном остеблишменте недовольство Трампом? Я бы не стал называть это недовольством Скорее, опасениями по поводу того Как президент пытается балансировать между нуждами национальной безопасности и его собственными внутриполитическими интересами Может ли уход США расцениваться как укрепление российского господства в Западной Азии? Россия не обладает никаким господством в Западной Азии Москва может только воспользоваться ситуацией в регионе Не стоит забывать, что интересы США и России естественным образом совпадают В этом плане ни одна из сторон не хочет видеть падение или ослабление режима Асада Удалось ли на самом деле победить исламское государство? Ик выбили из городов, но она до сих пор функционирует в сельской местности по обе стороны сирийско-иракской границы Какие упущения существуют в международной журналистике при освещении этих новостей? Упущение не столько в журналистике, сколько в анализе Эксперты сосредотачиваются на геополитических последствиях вывода войск из Сирии Без тщательного изучения значения этого события с военной точки зрения Сколько, по вашему мнению, займет полный вывод американских войск из Сирии и Афганистана, неизвестно Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ